Начинаем вестями из Абазинского района. Количество выявленных больных коронавирусом хоть не сильно, но растет. Какая работа ведется в отдаленных аулах, с чем сталкиваются врачи в период пандемии в сельской местности? Как изменился график работы медиков? Из амбулатории в Эльбургане репортаж Альбины Ламковой. Население аула Эльбурган составляет более двух тысяч человек. И естественно, почти каждый из этих людей когда-либо нуждался в медицинской помощи. Получить ее можно во врачебной амбулатории, находящейся на этой же территории. А в случае острой необходимости в Эльбургане располагается пункт скорой помощи. И в это непростое время, время пандемии коронавирусной инфекции, у медицинских работников в этих двух учреждениях жизнь изменилась. Медицинскую помощь оказывают не только жителям Эльбургана, но и соседнему аулу Нжичкун. Врачи амбулатории не оставят без внимания никого. Помогают людям. Вот, например, я обратилась вчера, но у меня не коронавирус, просто со здоровьем. Она мне написала лекарство, теперь буду капать. В это непростое время принцип работы у медиков, конечно же, не изменился. Они по-прежнему делают уколы, ставят капельницы, берут кровь, назначают необходимые препараты. Свою работу продолжает кабинет стоматологии, дневной социона, педиатру которого всегда за дверью маленькие пациенты. В общем, нагрузка серьёзная. Раньше за день бригада медработника выезжала к пациенту один-два раза. Сейчас до девяти выездов в сутки. Нагрузка вдвое-втрое увеличилась у нас. И, например, вот к нам в поликлинику приходит на обычный приём амбулаторный пациент. И ты даже не знаешь, чего ожидать. У него новая коронавирусная инфекция или обычная наша, что было ОРВИ. Врачей можно понять. Они переживают за свои семьи, потому что прекрасно понимают, что каждый вызов с повышенной температурой можно расценивать как потенциальный коронавирус. И медики эту инфекцию могут принести к себе домой. Так и было у Белы Коховой. Она, как и большинство медработников, уже переболела ковидом. Это было первую волну пандемии. И этот период был самым тяжёлым для медиков. Мы тогда не знали, что это за инфекция, как её лечить, алгоритм. Сейчас очень прям всё налажено. У нас и с Министерством здравоохранения, по госпитализациям, по лечению, по транспортировке на компьютерную томографию. То есть у нас человек сегодня вызов сделал, вечером он уже получит, если ему необходимо, компьютерную томографию лёгких, лечение амбулаторное расписанное. На следующий день или по очереди, по очерёдности, тест. Белла Кохова не могла не отметить и тот факт, что большинство пациентов врачебной амбулатории коронавирусную инфекцию переносят в лёгкой форме. Но есть и сложности. К сожалению, не без этого. Самое сложное – видеть, как человек тяжелеет. Видеть, как человек на 11-й день, например, приходит к тебе и говорит, что 11 дней он температурит, и только на 11-й день он обратился к тебе. Очень много таких больных. Справиться с вирусом возможно, добавив в заключение доктор. Для этого нужно быть бдительным, серьёзно относиться к своему здоровью и доверять врачам. Альбина Ламкова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия, Абазинский район.